Друзья, всем привет! Сегодня 20 августа. Сегодня я хочу закончить отбор мёда. Вот эти уля, которые снимал весь сезон по мешаку, по канадской технологии. Вчера я поставил пчелоударители. Снимать это не стал, потому что понятно, что убрал, поставил. Ничего я там не трогал. Поехали! Пчела ушла. Запечатанный, 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 запечатанный. Вот он, тот самый корпусной промышленный отбор пчёл. Пчёл убираем при помощи удалителя. Корпус тяжёлый, вот. Но бывает тяжелее. Но, неплохо. Так, вот по поводу магазина. Печатка, 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 печатка. Но не полные. Возможно здесь зрелые, запечатанные. Сейчас, я вчера обратил внимание на вес, что он, ну не 15 килограмм, 10 мёда максимум, может быть и 8. Увозим пока. Так вот магазин я выдернул. Вот такие рамки, неполные. Поэтому, я и говорю, что килограмм 10 здесь будет. Ну, главное, что есть. Ну, вот такие вот рамки. Они тяжёлые, потому что залито до низа, но печатка не всей рамки. Как-то интересно сработали эти семьи. Я уже вчера замечал по другим, который не снимал. Вот такие корпуса у них. Но мёд-то зрелый, он, конечно, понятно, что не брызгает. И после медового спаса уже мёд-то весь зрелый медовый корпус. Ладно, идём дальше. Так, записал я на эту семью 35, да, 35 килограмм, 10 и 25. Пчелодолитель у меня здесь, просто тут магазин ещё, он был лёгкий. Сейчас мы сначала этой заберём, здесь, потому что на гнезде пчелоудолитель. Вот этот даже тяжелее корпус. Пчелы немного есть, но потом из помещения уйдут. Работаем сегодня по промышленному. Магазин. Магазин не принесли. Пустой магазин. Ну, мы сразу и по сезону было видно, что эта семья слабее была. Пчелоудолителя потом уберу, когда закончу с этим. Тут надо будет перчатки одевать. Семья злится. Так-то семья сильная. Кишит, можно сказать, первый корпус. Ну, по мёду вот один корпус принесли и всё. Ну, уж как есть. Надо не забывать, что в этом году был сложный сезон. Так, вот я тут выдернул. Ну, я чувствую, не зря он тяжелее. Вот даже полная рамка. И там ещё такие идут. Это вот в центре не до конца запечатано. Но это на свежей овощинке. Мёд весь зрелый, красивый. Вот тут лучше. В конце взятка пошёл такой интересный жёлтый мёд с зеленоватым оттенком. Очень вкусный, нежный. Ну, всё равно записываю на эту семейку 25 килограмм. Может быть, здесь чуть больше, там не суть важно. Магазин у них пустой. Так, сейчас вот этот второй магазин в этой семье, которая посильнее. Снимай. Вот здесь вот есть немного печатный мёд. Так, я поставлю пчелоудалитель, потому что подойду потом вечером или завтра заберу. Сейчас вам скажу, сколько веса тут. Ну, здесь может быть на двух-трёх рамках там килограмма 2-3 мёда. Вот трутни, уже они их погрызли. Это вот, когда поднимал расплод, там трутневый был расплод, ну, когда корпуса разделял. Снимай сверху, вот всё, сверху запечатанные рамки. Можно выдернуть, проверить расплод, но я этого делать не буду. Я уже проверял работу матки. С ней всё в порядке. Магазин заберу. О, перевернул магазин даже. Ничего не выпало, всё запропылесовано. Магазин заберу вечером или завтра с утра. Заканчиваю сегодня с мёдом. Итак, вот мы закончили отбор у этих семей. Значит, это дало 25 килограмм. Это с учётом этого магазина, будем считать, 35 примерно. Самый главный плюс. Самый главный плюс. Сейчас убрал, медовые корпуса убрал решётку, поставил две полоски. Или дал сироп, или потом поставил две полоски. То есть семьёй никаких ревизий не надо, формирования гнезда не надо. Всё, заберу здесь магазин, уберу пчелоудалитель, закормлю сиропом, дам две полоски. И это есть промышленный подход, вы можете так обслуживать много семей, это быстро. Самый главный плюс. От них же со старыми матками я делал отводки. Тут я вот забрал у них мёд. Скажем, вот эта семья хорошо сработала. Это средняя. Уже их все согнал в один корпус. Вот эта вот дала 30 килограмм. Но эта семья, вот эта со старой маткой, она зимовала на двух корпусах. Она вот лучше всего и сработала. Ну хотя, вон там, вон семья на одном корпусе зимовала, отставила. Она тоже в районе 30 килограмм дала. То есть в сумме зимовала семья получается 60-65 килограмм дала. Я ещё потом сравню с семьями. Сейчас отберу семей, которые не роились и которые не делали отводки. Есть такие у меня. Есть у кого там брал 2-3 рамки на отводок. А есть кто там, кто матку менял. А есть кто вообще просто я удержал от роения. Вот посмотрим, кто победит. Ну я думаю, результат будет примерно такой зимовалый. Тоже килограмм 60, скорее всего. Ну не будем загадывать. По этому году медосбор был не очень шикарный. Но уж как есть. Так что вот так. Десятый подход окончен. Спасибо за внимание. Если нравится, ставьте лайки. Если не подписаны, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Будьте здоровы. Пока.